На протяжении этого всего времени, на протяжении всей подготовки, я прям, не знаю, выжито, выжито как лимон. Такое ощущение, как будто у меня забрали вообще всю мою энергию, поместили в какую-то коробку, и кто-то её просто забрал. У меня вообще нет сил. Надеюсь, что завтра у меня они будут, потому что завтра они мне очень сильно будут нужны. Привет-привет-привет. С кем общаюсь из дома? На самом деле это люди, которым можно вообще по пальцам пересчитать. Вот. И я их, в принципе, завтра пригласила. Кого хочу видеть, я их позвала. Ой, прошу прощения. Из последних новостей. Я все эти две недели активно занималась подготовкой к завтрашнему дню. Очень активно. В организационные моменты... Да, я без фильтра. Организационные моменты все были на мне. Это очень сложно. Я поняла, что люди, кто занимается организацией... Ну, практически все организационные моменты были на мне процентов, наверное, 80. Это очень-очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому я вот так представила, что когда у меня будет свадьба... Ребят, я точно поручу это задание кому-то, чтобы была полная организация не в моих руках. Потому что из организации, знаете, уже даже и не хочется ничего. Ты настолько устаешь, что... Тань, вы считаете себя красивой? Такой странный вопрос. Да, я считаю себя красивой, конечно. Я считаю вообще, что, в принципе, каждая женщина должна себя считать красивой. Вот так я вам скажу. А если она еще и таковой является, так это вообще джекпот. Странный вопрос вы задаете. Я без фильтра, что... Не вау? Я не знаю. Я вообще снимаю контент без фильтра, вы это знаете. Вот. И советую это все делать и вам. Зубы свои, грудь своя. Вы, видимо, только подписались на меня, либо вообще меня не знаете. Потому как я никогда этого не скрывала. И все прекрасно знают, что грудь у меня сделана. Зубы тоже. Только сегодня, кстати, на интервью, у меня было интервью, мне задали такой вопрос. Ты считала себя когда-то некрасивой? Вот у меня был такой вопрос. Такой интересный, я считаю. Я ответила на него честно, что да. Я считала себя некрасивой в переходном возрасте, когда мне было 13-14 лет. Я была вообще гадким утенком. Я еще тогда носила брекеты. Я на себя смотрю на эти фотки, думаю, боже, это что вообще-то? Неужели это была я? Я себя считала действительно некрасивой. Ну, я как бы реально всегда оцениваю женскую красоту. Красная помада, она всегда придает возраст, наверное. Это как бы нормально. Сейчас буду, кстати, ее смывать. Буду это сделать при вас. Заодно и покажу вам мицеллярку, которой пользуюсь. Очень хорошая. Девчонки мне скажут точно спасибо за нее. Так, где она у меня есть? Она у меня необычная. Сейчас я вам ее покажу. О, подруга, сегодня захотела, хотела точнее залить сниппет, который мы снимали аж в апреле месяце на трек. Так, залила и удалила, потому что это катастрофа. Я не знаю, что происходит с инстой. Вот, кстати, мицеллярка. Вот так она выглядит. Не знаю, что происходит с инстой, ребят, но я залила сниппет. А он у меня весь в блюре. Весь вообще. Вот, вот когда смываешь красную помаду, трешак. Девчонки меня поймут. Вот так. Немножко по лицу. Вообще, сегодня на интервью такие были интересные вопросы. Очень интересные. В таком формате, типа, ну вот, например, там, стало ли ты себя как-то некрасиво. Или какие там у тебя страхи. Блин, девчонки, мицеллярка заканчивается. Как назло. Вот видите, я губы смыла, уже милаш такой, да, уже лучше. Красная помада, она всегда. Всегда придает возраст всем. Без исключения. Недавно наткнулась на одно видео, Рилс. Мне показал его Тёма. У меня был друг в гостях несколько дней. Пейзажи с Тёма. Вот. И он мне показал видео своей подруге. Девчонке 18 лет. И знаете, есть такое преображение, типа, как делают, ну, типа, без макияжа, и там закрываешь, хоп, с макияжем. Я офигела, реально. То есть, мейк настолько может придать женщине возраст. Просто пипец. Девчонке 18 лет. Её накрасили. И сразу, короче, прям, как будто тридцатка, реально. Просто другая, совершенно другая. И верну любимого человека. Верните уж, пожалуйста, любимого человека. Тань, если волосы распустить, будет бомба. Волосы сейчас не могу распустить, потому что у меня хвост отдельный. У меня хвост отдельный на заколке. Я же лечу свои волосы. Я, по-моему, вам рассказывала, что я теперь не наращиваю. А сильно... Ой, смотрите, смазала часть тонального. У меня вон лицо теперь в крапинку. Некрасиво, девочки, некрасиво. Сейчас я чуть подмажу. То я эфир веду, а чё у меня? Непонятно, что на лице. Вот. Вот так норм. В общем, косметика – это вещь. Реальная вещь. И, кстати, Тёма, мы с ним записали видео, мне всегда было интересно, чтобы мою косметичку разобрал профессиональный визажист. Разобрал и реально оценил продукты. Потому что, ну, про визажист, он всегда скажет, типа, вот эта вот фигня, даже если это Диор или там, я не знаю, что-то ещё. Если это лажа какая-то, он всегда скажет. Я была так удивлена многим комментариям. Я скоро это выставлю видео на Рутюб, скорее всего, потому что оно у меня очень долгое получилось. Там минут, наверное, 12. Но он прям подробно-подробно по каждому продукту всё рассказал, что лучше брать, где, по какой цене. В общем, Тёмыч, у меня молодец. Сколько у меня времени? У меня почти уже час ночи. Почти уже час ночи. Завтра приезжают мои родители утром. Родители, две сестры. Не знаю, как мы будем здесь размещаться, потому что у меня одна спальня и диван. Но, скорее всего, мы с девчонками как-то будем в гостиной спать. Не знаю пока как. Разберёмся уже по ходу пьесы. А родители в спальне. Я немножко уставшая, ребят, поэтому вы не обращайте внимания, что я такая заторможенная буду. Да, у меня приезжают мои родители. Катюшка с Юлей. Ну, как бы я вам честно скажу, что, конечно, для меня... Про зубы вопрос. Где вопрос? Напишите, пожалуйста, ещё раз продублируйте. Я его упустила. Для меня, безусловно, завтра будет целое событие. Грандиозное. Потому как впервые у меня такая история. Впервые. Я, конечно же, к этому очень готовлюсь, переживаю, волнуюсь. И всё в таком духе. Вот. Даже родителей пригласила. Нет, я не пила. Я выпила, наверное, столько просека. Я вставляла в сторис сегодня. Я выпила вот столько просека из этого бокала. Фрэш и чай. Я говорю, у меня странная была какая-то комбинация. Сегодня заказала и шампанское, и чай, и фрэш. В общем, не знаю. Девочку куда-то понесло. Галина Борисовна и Сергей Александрович. Да. Завтра мамочка с папой приедут и посмотрят на свою дочу. Бывает ли у тебя головные боли? Ну, как бы, как у любого нормального человека, конечно же, да. Ребята, вы не против, если я немножко при вас перекушу, потому что я хочу поболтать с вами, но ещё хочу что-нибудь перекусить. Это, конечно, не сильно красиво, наверное, в прямом эфире делать. Я думаю, что вы у меня все свои. При вас можно. Капец, ты страшная вживую. Боже, правильный. Лучше выключите камеру, не дай богу, это приснится кошмар ночью. Не дай боже. Рекомендую вам выключить камеру. Где мои все? С махачкалы тебя тоже смотрят, что ли? Наверное. Махачкала вы здесь? Дагестан, Махачкала. У меня вечером будет вот такая вот тема. Называется это Поке, если кто любит. Как работает всё строитель? Расскажите, пожалуйста, очень интересно. У моей мамы свой шторный салон. Папа у меня... Ну, он просит, чтобы я вообще никогда не рассказывала, кем он работает. Ну, он у меня акционер. В двух словах, так скажем. Вот. У сестры у меня турагентство. У средней, а у старшей тоже свой шторный салон. Пошла по маминым стопам. Старая жаба. Страсть. Вот так, девочки. 29, а уже старая жаба. Вот так. Квартира у меня съёмная. Я её сняла в начале мая. В начале мая. Пока я не могу позволить себе такое купить. Дороговато. Спасибо. Блин, мне некомфортно есть так. Почему всегда только одну сестру похожа на вас, показываете? На самом деле, нет, у меня просто Юлька, она не сильно любит камеры. То есть, как бы, я показываю тех, кто к этому относится нормально. Да там ребёнок пишет, пятилетний. Боже мой. Посмотрите, что пишет просто человек. Смешно. Да, я даже зачту, подожди. Это реально смешно. Пишет. Я тебе вообще пишу шестого айфона. Ты чего добилась в свои сорок? Согласна. Промах. Промах небольшой. Ничего. У меня нет шестого айфона, кстати. У кого... А у кого есть шестой айфон? Скажите. Или вы тоже ни черта не добились в этой жизни? Ребята, новые лузеры. Ты была в Дагестане хоть раз? Я единственный раз была пролётом... Сейчас скажу. Блин, как называется? Да, было. Не помню. Не, в Дагестане не была. Какая примерно... По поводу коплю или нет? Да, безусловно. Я откладываю деньги, конечно. Но недвижимость, которая мне нравится. Но недвижимость, которая мне нравится, стоит более 35 миллионов. Вот как-то так. Пока столько я не заработала. Поэтому работаем. Ола, вспоминаешь Испанию? Ола. Конечно. Только недавно вспоминала. Наткнулась. Знаете, есть такая тема айфона. Когда он сам делает воспоминания. Составляет вам. И он мне... Составил воспоминания о... О Испании. Конечно. О, Саня, черно. Ола. Оля. Так, Саня, ты на завтрашний день готова. Наряд себе выбрала. У меня завтра дресс-код. Черное или красное. И вот все в этом плане будут озадачены. Немножко гостей напрягу. В крипту вкладывайтесь. У меня был опыт. Но он сейчас до сих пор продолжается. Не сильно хороший. Вот, кстати, испанцы сейчас подтянулись. Антонио, Ола. У меня был опыт не сильно хороший с криптой. Вот. Пока не хочу вам рассказывать. Но мой вам совет единственный. Если вы хотите влезть в крипту, сами изучите. Сами ее изучите. Сами создайте свой кошелек. И сами контролируйте свои финансы. Вот, послушайте меня. Это прям важный момент. Завтра открытие вашего трека. Смотрите. Завтра будет презентация трека. То есть премьера трека. Что это такое? То есть завтра все те, кто придут ко мне на мое мероприятие, услышат его первыми. А именно в одиннадцать часов вечера. А в двенадцать в нули он выйдет на все музыкальные площадки. Ну давайте, ладно, я его сейчас удалю, потому что, ладно, я еще, я поржать могу. А когда он уже оскорбляет моих друзей, нам такой неадекватный нужен. Правильно? Все, заблокировала. Блок. Блок, блок. Вот, поэтому, само собой, я очень волнуюсь. Вот честно. Очень сильно. По поводу посылки с ДЭК. Ничего. Вот ничего. Единственное, какое я сделала вывод, это то, что нужно обращаться. Как называется организация? Я просто вообще не шарю. Честно. Саня, все будет пушка-бомба. Пушка-бомба-колотушка. Ну все, завтра жду тебя. Приходи, звезда. Есть можно. Есть можно и в двенадцати в час. Вот такую еду. Здесь ничего нет. Здесь курица. Огурец. Немного кукурузы. Помидор черри. И морковка. Все дозировано. Все в маленьких количествах. Поэтому, если захотели есть, то что с лицом? Что с моим лицом, ребят? Что с моим лицом? Да, я на папу похожа очень. У меня вот так, 50 на 50. Вот так. Низ папа полностью. А вверх мама. Глаза, посадка глаз, нос. Мамин один в один. Лицо огромное. Ну вот, какое есть. Так, что-то вы мне спрашивали. Я сейчас мотну назад. Тань-то в ЭГУ заканчивала? Да. Я училась в ЭГУ на экономе. Да. Так, так. За вещи обидно, конечно, что пропали. Потому что вот надо идти, видимо, в прокуратуру. Сейчас я посмотрю, сколько у меня. Мне кажется, сейчас телефон сядет. Видела в рендеров и твоих родителей. Очень рада. Просто без фильтра в фотошопе по-другому выглядишь. Ребят, я очень часто, очень, да, блин, я не знаю, 90% моего контента без фильтров. Вот у меня такое ощущение, как будто я всегда накладываю на себя маску, где меняется полностью лицо, а тут я вышла в прямой эфир шок-контент сделать без фильтра. Как-то странненько немного. По поводу Дании, что он написал, что я в ревную. Ну, блин, каждый хайпует как может, ради бога. Я не против, честно. Я не против, ради бога. Как бы, ну, видимо, меня в этой истории не хватало. А то, что он говорит, что я выставила сториз, где он мне названивал, я выставила, потом удалила, потому что, ну, по своим, как бы, определенным причинам. Вот, но я не знаю, то есть мы сидели с девочками, и типа вот это вот дал, я ненавижу, когда мне названивают, вот ночью особенно, я это терпеть не могу. Ну, ты написал вот сам, да, допустим, там, что делаешь, где вы, какие планы. Ну, ты видишь, что там человек не отвечает. Или же ты видишь то, что там, я тусую с девчонками. Ну, чего названивать, чего написывать? Я вот этого не понимаю, честно. Девчонки, скажите, может быть, я не права. Я, мол, на утро просто говорю, да, ничего случилось-то, я понять не могу. Просто чувак до пяти утра не мог успокоиться. Так. Ну, выкладывать это зачем? Что выкладывать? Слушайте, я на своей страничке могу выкладывать вообще все, что угодно. Ну, правда. Меня всегда поражают люди, которые, типа, мне пишут, Таня, зачем ты это выложила? Я вправе выкладывать вообще все, что угодно. Девочки, как у меня сегодня порвалось платье, это просто был какой-то трэш. Я чуть не сошла с ума, потому что, я вам скажу сейчас по секрету, я это не стала говорить в инсте. Я даже не знаю, как это правильно сказать, чтобы вы меня правильно поняли. В общем, платье, которое, в котором я была в белом платье, я его надела, и у меня не было нижнего белья, вот. Сейчас меня девочки поймут. Потому что некоторые платья, они настолько в обливку, настолько в обтяжку, что, короче, там не вариант даже бесшовный надевать. То есть, вы понимаете картину, да? Я спускаюсь, сажусь в такси, и оно у меня просто вот так. Я опускаю голову вниз, и я вижу, и я вижу. У меня был шок. Это мягко говоря. Не стала я подробности вот эти все в инстаграм рассказывать. Да. Вот так. Вот. А потом мы с девчонками это обсуждали. У меня просто впервые, как бы, такая ситуация. У меня такого никогда не было. И я сижу, я понимаю, я не знаю, что мне делать. И слава богу, со мной был пакет. Слава богу. Потому что я его, естественно, когда встала с такси, я его максимально опустила вниз и закрыла. Короче, вообще какой-то лютейший трэш я сегодня перенесла. Просто жесть. Просто жесть. Оп, испанцы. Мадрид, ола. Мадрид, one love. А, кстати, в Испании сейчас у них только 11 вечера. У них сейчас вообще... У них сейчас только, только вечер. Они сейчас только все выходят на ужин. У них такой чил. Сегодня еще четверг. А, нет, я уже запуталась. Сегодня среда. Где лучше жить? В России или за рубежом? В нынешнее время провокационный вопрос. Но я скажу честно. Потому что я прожила в Испании там энное количество времени. Не так долго. Но в целом за три месяца уже можно понять, нравится тебе или нет. Так вот, прожив в Испании, три месяца я поняла, что мне там нравится. Мне там комфортно. Мне нравятся люди. Мне нравится... Мне больше даже нравятся не люди, мне и наши люди нравятся. Мне, наверное, что меня заманило в Испании, это погода. Это погода. Выйдет трек с 17-го в 0-0-0-0-0. То есть с 16-го на 17-е. То есть в 0-0-0-0-0, 16-го завтра, уже сегодня, он будет на всех музыкальных площадках. Поэтому по поводу вопроса о Европе, ребят, мне там очень-очень нравится. Я скрывать этого не буду. Мне очень нравится климат. Я безумно люблю Москву. У меня здесь, в принципе, то есть моя работа. Я работаю в Москве. У меня здесь проекты. Я здесь зарабатываю деньги. Но погода в Москве просто трэш. Просто трэш-бэш. Киньте ее в честь уже. Я так понимаю, девушка с украинским флагом, да? А, нету, боже. У тебя стоят русские эти... Боже мой, что ж ты так позоришь-то нас? Боже, какой кошмар. Блокируем. Женщина. Вот с такой харе еще и с двумя русскими флагами. Пишет такой ужас. Спасибо, ребят. А меня, видите, в час ночи смотрят 190 человек. Тань, правда, что Захар женился? Про Захара, если честно, я вообще не сильно хочу слышать, потому что для меня этот человек просто вот... Просто стал никем. Я обязательно до него доберусь. Он это знает. Вот. Очень подленький, гаденький. Ну, такое. Занимающий деньги, не отдающий. Ну, вы все знаете. Что мне вам рассказывать? Вы в курсе? Денег должен. Да. Десять тысяч это еще фигня, ребят. Там замес есть посерьезней. Я просто о нем не хочу рассказывать. Ну, подлый очень человек. Я не люблю подлых людей. Ну, правда. То есть, лучше быть... Какое Раневское классное выражение. Лучше быть... Лучше материться, но оставаться человеком, чем быть культурной тварью. Правильно? Ну, так. За время эфира ни разу не покурила. Умничка. Ну, я вам сознаюсь то, что я... Я бросила на три дня. А потом... Заново закурила. Ну, зато честно. Знаете почему? Потому что я стала есть все подряд. Вот прям вот вообще все подряд. Все, что у меня было в холодильнике. Вот. Девушка прям процитировала полностью Раневскую. Спасибо вам большое. Тональным. У меня, кстати, косметичка. Блин, я сейчас еще пять минут с вами поболтаю. Буду ложиться. Ложиться спать, потому что у меня завтра серьезный день. Вы знаете какой. Так, что смыть, Мэйк, перед вами? Посмотрите на меня без макияжа. Никто не испугается. Никому не будут сняться кошмары. Ночью. А-а-а! У меня мицеллярка залила. Поела. Ох, мне сегодня конкретно так зашлифовали. Прямо конкретно. Вот, видите, смываю. Брови пошли. Брови в ход пошли. Поэтому, девчонки и мальчишки, те, кто меня сейчас смотрит, пожелайте мне на завтра удачи. Знайте, что я буду очень волноваться. Очень сильно. Держите за меня кулачки. Видите, что я сделала? Открыла. Потому что ее уже у меня прям чуть-чуть. А пока мы смываем макияж. Смываем макияж. Сейчас будет в прямом эфире перевоплощение. Ой. Так. Минус один глаз. Я говорю, я-то обычно в эфир не выхожу, но мне так почему-то захотелось сегодня с вами поболтать. Не знаю почему. Буду умываться. Мне бы, конечно, на реснички сходить. У меня не уже. Ну вот. Разницы нет. Без мейка лучше. Буду чаще к вам выходить, болтать. Я думаю, что, возможно, выйду вообще в пятницу с родителями в прямой эфир. Мне кажется, будет прикольно, интересно. Мне, конечно, такие стесняются. Мне папа вчера, Таня, только не вздумай, чтобы там нам давали что-то сказать или еще что-то. Но стесняются, короче. Я говорю, да не переживайте. Не переживайте. Завтра я буду в центре внимания, в центре всех событий. Все будут смотреть на меня. Ну вот, сразу приветик Таню минус пять. И завтра будет очень-очень много, очень много сториз. Вот мне кажется, что вот прям точки будут у меня. Поэтому уж потерпите. Немножко. Ну, я так рада, что я сделала моментальный загар. Девчонки, какая удобная вещь. Боже. Я сделала, я черная. Я просто черная. Так, и что у меня тут? Я ненавижу, когда эльки переворачиваются. Девчонки, кто делает эльки, меня поймут. Тут они уже все скружились, закружились. Таким средством смывайте макияж. Сейчас я вам покажу его поближе. Это мне посоветовал тоже визажист. Мальчик. Очень клевое средство. Вот так оно называется. Скриньте, девчонки. Если кому-то надо. стоит где-то тысячи полторы вот так. Но он огромный. Видите, тюбик большой. Эльсту сама, конечно. Кто же меня ведет? Нет, я... Как-то у меня были мысли когда-то, чтобы, типа, а-ля кто-то вел. Но... Ну, нет. Я против этого, потому что... Знаете почему? Потому что хочется как-то вот... Вот ты пишешь пост, допустим, какой ты хочешь там... Рассказать аудитории, да? Там с чем-то поделиться. Ты же должен как-то это сам вот написать, чтобы преподнести как-то определенно, по-своему, что ли. То есть я делаю упор даже на какие-то мелочи. То есть прям вот на вообще мелочи-мелочи. Какая фамилия у родителей, у сестер? Очень странный вопрос. Родители у меня Строковы, как вы понимаете. Логично. Я Строкова. Средняя сестра у меня уже Храпского. И старшая сестра Пешкова. Вот так. Ну вот как-то так я без Мейка уже перед вами. Ой. Девчонки, столько краски, пипец. Просто. Тональный какой-то супер едкий. Прям вообще. Ну, вроде все. Вроде смыло. Конечно, про фамилию странный вопрос вы не задали. Ну ладно. Только она не Пешкова, а Пешкова. Отчего так высыпало лицо? Вот не знаю. У меня начались высыпания после Испании. Либо там вода какая-то. Либо я... Ну, я не понимаю. У меня стали какие-то высыпания появляться. И меня прям это очень сильно напрягает. Потому что, ну... У меня в жизни никогда не было... Я не знаю. Продолжение следует...